Принимать душ прямо в постели мечтают немногие. Семьи Рязанцевых, к несчастью, выпала такая честь. Ведь первая вода скромно пришла в их квартиру на пятом этаже целых 12 лет назад. Тогда то тут, то там появлялись небольшие протечки. С годами масштабы росли. Насколько мокрой вышла прошлая ночь, видно по матрасу. Обычная бумажка моментально пропитывается влагой. Мокрые стены в каждой комнате, непросыхающие потолки и вечная плесень. Вон там пятна видно, тут не отрывали. Если оторвать, вся стена будет тоже мокрой. Даже мебель у них нет, поэтому уже ничего. То, что на первый взгляд кажется абажуром люстры, на самом деле ведро. В прихожей давно нет света, а с проводов частенько капает. Наталья Рязанцева, обложившись документами, рассказывает. Обращались, писали, ходили. Все без толку. Капремонт запланирован на 2020-2024 годы. Раньше делать не могут. Или не хотят. Даже с текущим часто не торопятся. Они приходят, вроде бы делают, рубероид кинут. Причем кинут его. Отец поднимался, смотрел за платками. И уйдут. Весь ремонт. Пока они ремонтировали таким образом, они разбили все веншахты. Течет еще и у них. Проводка плавает в воде. Пришел однажды электрик. Мы очень много нецензурного услышали. Я, говорит, боюсь туда лезть. Просто-напросто. Узнать, в чем дело, мы отправились на крышу. Застали там рабочих. Один из них, Василий, рассказывает. Трудятся здесь уже несколько дней. Накануне сняли покрытие. Расстелить хотя бы полиэтилен. Не потрудились. А ночью пошел дождь. Люди остались без крыши над головой. Едва ли не в прямом смысле слов. Поэтому дождь ощутили на себе. План действий, обозначенный руководством, все же есть. Вот заливаем все. Зальем. Потом вот рубим масло. Вот лежит. Будем греть и закатывать. Все проливаем сначала гудроном. Это спасет от протечек? Ну, как спасет. Так делают. Судя по всему, в итоге получится новая заплатка. Шесть рулонов рубимаста и 50 килограммов гудрона. Это уже хорошо. Ведь буквально утром инженер 39-го дома управления разводил руками и уверял, материалов нет, рассказали жильцы. Сроки исполнения этого ремонта неизвестны. Рабочие обещают задержаться и максимально защитить жилые квартиры от новых протечек. Ведь ближайшая ночь тоже обещает быть дождливой. Но главное, проблему решают урывками, словно маскируют. А жильцы задаются вопросом, не сгниет ли их имущество до запланированного минимум через год капитального ремонта кровли. Светлана Лашина, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова